Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим про следующую тему, она больная в нашей игре, но все-таки. Зачастую многие из игроков, которые сейчас играют, они задумывались в последнее время, я уверен точно, почему стало так сложно играть на 10 уровнях. То есть, вроде бы много техники появилось, много всего, но стало сложно играть. И в сегодняшнем видео я бы хотел нанести хотя бы какую-то смысловую нагрузку вам, чтобы подумали, возможно, кто-то не разделит эту суммную позицию, но кто-то может и наоборот. Поэтому присаживайтесь поудобнее, если кушаете, то приятного аппетита. Поехали! 10 уровни. Одна из главных причин, как мне кажется, наверное, многие согласятся, это слишком завышенные ТТХ. Конечно, это относится не ко всем машинам, но все-таки. Многие карты построены таким образом, что один респ намного имбовее, чем другой. Это линия, это Руинберг, я перепутал, линия Маннергейма, те же рудники. Когда ты играешь, если я не ошибаюсь, с нижнего респа, то тебе взять горку гораздо проще, чем взять, допустим, с верхнего респа. То есть, есть определенные карты, на которых ты играешь на пятых, на шестых, на восьмых уровнях. Там это особо нивелируется, потому что танки помедленнее у танка, поменьше обзоров, все такое. На топовых уровнях обзоры все зашкаливает. И чуть-чуть дисбаланс в какой-либо карте, немножко дисбаланс, все. Это сразу карается, эту позицию всегда выбирает, на десятках это очень чувствуется. ЛТ 10 уровня пересвечивает просто-напросто все. Про колесника я вообще молчу. Это отдельная тема. Поэтому это один из моих вариантов, который убивает игру на десятках, потому что слишком, слишком завышенная ТТХ, слишком большая альфа, слишком большое то, слишком большое это. И вот это одна из таких вот проблем, возле которых все это крутится. Следующая, одна из немаловажных проблем, это баланс. Согласитесь, ребят. Прошло уже очень большое количество времени, все игроки повыкачивали, в принципе, все классы, грубо говоря, и играют кто на чем. И зачастую играя на десятках, у тебя минимум в команде 2 арты. Минимум, если то вот 15 на 15 в десятках, это 2 арты. А зачастую и 3. Там, штук 4 ПТшки, возможно, из них по 2 бабахи. И ты понимаешь, что 5-6 машин, да, это даже вот 1 третья команды, играет на фугасах. И против них, на каком бы ты танке не выезжал, хоть и 7 будет у тебя со стальной башней, хоть еще что-то, тебя этим фугасом карают. Когда ты играешь, допустим, на 8-9 уровнях, конечно, и там арта есть, но ее поменьше. И арта там, ну такая, я бы сказал, знаете, щадящая более. Да, она там наносит, но урон поменьше, конечно. На 10 уровне тебе по 500, по 600, по 700 может прилетать. Да, вы можете сказать хп больше, но это ощутимо, потому что там и фугасы помощнее, они постоянно критуют. И то есть вот именно баланс 10 уровней, я понимаю, это не так просто, но очень-очень их сложно балансить. Очень сложно, потому что очень много игроков играет именно на десятках. 9 уровень у нас, он идет такой переходной, в основном играет либо на десятках, либо на восьмерках. Зачастую, когда ты заходишь играть на 10 уровне, тебя очень редко бросит к восьмерке или к девятке, потому что девятка является переходным уровнем, как я и сказал раньше. На ней особо никто не зависает. Покачал и все. На восьмых уровнях тоже часто играет, потому что куча премов, куча всего. И вот варится так. И девятки, девятки сейчас, это наверное уже давно пошел такой разговор, то что это самый, наверное, идеальный вот уровень для игры, потому что тебя частенько бросает в топ. Ты там можешь себе стату бустить, и тебе просто-напросто комфортно играть. Ты можешь более-менее хоть как-то противостоять десяткам, когда с ними попадаешь. Но и в то же время, если ты не попадаешь, ты можешь очень-очень жестко разрывать уровни, которые находятся ниже тебя. Пропасть между седьмым и девятым уровнем очень большая. Согласитесь, восьмерка иногда может как-то там десятки дать, но чтобы семерка нагнула девятку, это прям вот из-за разряда нечто такого. Это очень редко случается. Конечно, есть случаи определенные, но мы их рассматривать не будем. То есть это вот такое следующее, это плохой баланс. Это очень сложно настроить на самом деле, потому что если бы было куча там СТ-шек, куча ТТ, там пару ПТ-шек и одна арта, я думаю, было бы поинтереснее играть. Следующее это фугасы. Кто бы что ни говорил, как бы оно не было, кому как бы бабаха не нравилась. Да, мне нравится не играть очень прикольно, по 1700 выписывать и все такое. Но это портит геймплей. Это реально вот, ну, как сказать, это как бы-то вот нечестно. Ну, в то время, когда ты на одном танке накидываешь, накидываешь, а другое тебе на 1700 дает, я понимаю, ну, вы можете сказать, играя на этом танке, но нифига, ребят. Но, ну, не знаю, ну, когда тебе на 1800, на 2000 кидает танк, ну, мне кажется, такого не должно быть. И фугасы зачастую, да, вот, я их как-то защищал в одном видео, в принципе, они должны быть, но их нужно переработать. Я не могу вот так сходу какую-то супер мыслью разработчикам донести, чтобы они вот приняли ее и все. Но если посидеть, подумать, у них же там аналитический центр есть. И вот как-то поработать в этом, чтобы изменить. Потому что вся эта хваленая броня ИСа 7, не знаю, Т110Е3, Супер Коня, да кто бы там ни был, оно все фугасами убивается. Особенно если у танка большая альфа, ему переживать-то не стоит. Играя на Я-100, видя то, что у ИСа 7 там 250-300 хп, и он танкует улбом башни, ты понимаешь, что, ну, колдой ты не пробьешь. Ты заряжаешь фугас, и 95% случаев то, что ты заберешь его. Также поляк играется, и многие танки, понимаете? И вот проблема фугаса в том, что она нивелирует роль брони. По сути, игра создавалась про что? Про броню, про танки. Танк, что ИСа в первую очередь представляет броню. Фугас это все убивает, то есть это вот такое вот противоречие, которое очень сильно мешает. Да, можно сказать то, что это и на низких уровнях такое есть, ребят. Ну, согласитесь, сколько супер жестких бобах там на низких уровнях, и сколько на высоких. Их очень много. Эти фвшки всякие, эти, не знаю, там и 405-е, и 183-е, и Яга на фугасах играет, и многие ПТ, потому что у них альфа действительно огромная, очень большая. И поэтому это, конечно, очень печально. Следующее это некоторые танки очень-очень сильно отстают. Это всякие ИСы четвертые и тому подобное, потому что теряется какое-либо разнообразие, и геймплей становится плюс-минус однотипный. Зачастую, играя на десятках, ты очень-очень аккуратно играешь, потому что ты знаешь, если ты лишний раз подставишься, это все контрится ежесекундно. И у некоторых танков настолько низкий ТТХ, что они реально не могут противостоять, ну, абсолютно никому. Это есть и на низких уровнях, но на высоких это отображается, знаете, как-то сильнее, это заметнее прям. Всякие ИСы четвертые, я не знаю, АМХ и 30Б, которые никому не нужны, китайские ПТшки, зачем? Вот я не понимаю, когда вводят новые имбы, почему нельзя подтягивать старые танки, чтобы они хотя бы более-менее по-среднему игрались. Это тоже вот одна из проблем. Следующее, я не знаю, можно так объединить и сказать, это арта и колесники. Это два класса, которые очень-очень сильно ломают те устои, которые были, и ни к чему хорошему это не приводит. Недавно как-то со мной начали спорить на стриме, вот почему ты арту хейтишь, почему? Ну, по факту, я могу сказать следующее, во-первых, она просто-напросто не контрится. На десятом уровне есть различные, типа арт, хочешь большой альфу, берет Т92. Хочешь, чтобы она частенько метко кидала, бери нашу советскую 261. Хочешь, чтобы закидывала за препятствия, бери коня. И как бы есть вариация. И от арты на десятом уровне очень-очень сильно страдает, наверное, не потому что она есть, а потому что их в бою всегда, их всегда штуки две есть. И в этом плане, когда ты стараешься выполнить ЛБЗ еще что-то, и зачастую ведь игроки, игроки, они как бы, играя на десятках, очень многие стараются выполнить ЛБЗ. Очень настрелять, на танковать, на подсветить. Это легче сделать на высоких уровнях, потому что ХП больше. И они там начинают получать фугасами. И поэтому очень-очень часто подыграет у игроков именно от этого. Также здесь еще большую проблему играет это калибр. Большой размер калибра. Потому что чем больше размер калибра, и, насколько я понимаю, да, механику нашей игры, и чем точнее будет попадание, тем чаще ты будешь наносить всякие криты. На десятых уровнях, если по тебе стреляет фугасом, это все. Это просто у тебя куча критов, у тебя там всегда все ломается и все прочее. Это, я немножко отвлекся, это, наверное, отдельное такое. Ну и по поводу арты и колесников. Я не понимаю, зачем эти два класса нужны. Вот ей-богу. Арта класс поддержки, но, по сути, какую она поддержку выполняет? Ну не выполняет она. Я понимаю, класс поддержки, это когда ты точно уверен, что арта, она не дает. Она всегда смотрит в другую, какое-то место, в другую позицию. Всегда кого-то кидает непонятно. И арту не законтришь. Понимаете, многие говорят, ну вот ты там играешь, закатись за камень. Ну а что это за игра будет, когда ты за камень закатишься? Неужели ты должен стоять и вот прятаться всегда? Ты должен как-то скрываться от танков. Арта не контрится. Она может 10 минут тебя гнуть, и потом ты ей за 5 секунд все сделаешь. Да, как бы отомстишь. Ну и что? Ее 10-минутное удовольствие и твое, когда ты ее убьешь. Это не сравняется. Поэтому арта, она очень сильно портит нашу игру. Я не знаю, выводить, не выводить. Вот если сделать ограничения по одной арте на бой, это будет шикарно. Я считаю, это вполне себе будет неплохо. Вообще, я знаю многих людей, которые бы платили отдельные деньги за то, чтобы они играли без арты. Вот абсолютно без арты это было бы тоже круто. Следующее, это колесники. На низких уровнях, ну там девятка, восьмерка, ребят, но это не так заметно. На 10-м уровне это просто что-то с чем-то. Это танк, который едет сотку практически с пушкой. И он очень-очень сильно портит игру. Зачастую не было вот такого танка, который бы становился перед артой и кого-то бесил бы больше. И он появился, это EBR 105. Потому что, когда бой только начинается, многие игроки еще не успели разъехаться, у кого-то игра не загрузилась. Он уже по твоей базе прокатился и всех пересветил. Ну и, как правило, тебя расстреливают. Следующее, это огромное количество, реально имп на 10-м уровне. Очень большой. И они друг друга не могут поконтрить. Грубо говоря, тот же Projet, STB, 268. И они друг друга не могут поконтрить, потому что они слишком имбовые друг для друга. Серьезно, они сложно противостоять. Понимаете, очень сложно. Броня, как таковая в нашей игре, она уже пропадает на второй фланг. Сейчас вот мобильность, если танк мобильный, уже он неплох. Если имеет неплохие фугасы, то вообще шикарен. И почему вот, допустим, E100 перестал быть играбельным? Потому что он медленный. У него броня, у него типа альфа. Но он медленный. Медленные танки не ценятся. Раньше всегда ценилась броня. Я считаю, если бы как-то разработчики попытались... Я не знаю, каким образом, это все очень сложно. Я просто предполагаю, рассуждаю, так сказать. Смогли бы сделать так, чтобы вернулась обратно броня в нашу игру. Это было бы просто шикарно. Как раньше можно было играть? Слышишь постоянно звон, как тебя не пробивает и все прочее. Сейчас такого нет. Заряжай либо голду, либо фугасы. Это все нивелируется. И вообще, в заключении, 10 уровни сейчас. На них очень неприятно играть. Честно говоря, вот у меня есть Тайп 61 и СТБ. Я вот, знаете, очень ожидал то, что СТБ вот прям вообще будет супер. Он мне нравится. Да, это, наверное, моя любимая СТшка на 10 уровне. Но на Тайпе играть приятнее, потому что баланс приятнее тебе. Вот. Ну, я не знаю, как это описать. Это как-то так вот мои мысли. Мне кажется, то, что сейчас сыграть на десятках очень-очень... И расточительно. Вот еще один я забыл назвать одну причину. Это расточительно. Слишком большие задраты. Слишком большие. На восьмерках, на девятках более-менее, если играем, можно там даже в плюс уходить. На десятках же нет. И вот, как играть вот на топовых танках? Многие стремятся вот туда к верхушке, прокачивают, а кайфа не получают. Реально, вот зайдите, купите танки себе с шестого, седьмого уровня. Вообще посрать на статистику. Вы просто испытаете кайф от игры, потому что там сохранился вот тот, не знаю, тот азарт, атмосфера, которая была раньше. И там приятнее играть. Почему я всегда говорю, вот Тайп 64 мне нравится? Блин, да там баланс, там приятно играть. И даже попадая вниз списка, ты не чувствуешь себя каким-то беспомощным. И в этом плане, конечно, мне гораздо приятнее играть. Поэтому многие блогеры, которые говорят, что нужно на десятках, ниже десятого уровня, мне вообще посрать на все. Я считаю, это неправильно. Нужно что-то менять с десятыми уровнями, потому что дальше идет хуже. Выпускают танки с еще большими характеристиками и ничего хорошего не получается. Карты не подготовленные, они маленькие. И они затачивались под те ТТХ, которые были раньше. Сейчас танки стали имбовее, у них обзор стал больше. Альфа, бронь, пробитие, а карты маленькие. И вот как-то вот так. Просто сложно стало играть на десятых уровнях. Надеюсь, вы мою позицию разделяете. Если нет, пишите в комментариях, что вы считаете по этому поводу. И что вообще вот мешает играть на десятых уровнях вам. Ну или вам все нравится. Если вам было это видео полезно, если оно вам понравилось, обязательно подпишитесь. Прожмите колокольчик. Лайки, дизлайки и комментарии, ребят. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова